В предыдущих частях было показано, что результаты объяснений реального мира природы диаметрально противоположны результатам общепринятого восприятия природных объектов и явлений. Например, люди уверены, что горы, расположенные выше равнин, подняты. На самом деле равнины опущены, а горы остались на месте. Наблюдая излияние лавы, выходы термальных вод, люди делают вывод, что из глубины поднимается эндогенная глубинная энергия. Но с лавой и термальными водами удаляются освобожденные при перекристаллизации глины в гранит солнечной энергии. Глубинной энергии нет. Почему такие противоположности? Вызваны это различными способами мышления при восприятии мира природы или разными применяемыми методологиями. Ныне существующая методология познания природы сформулирована в первой половине 17 века Фрэнсисом Беконом и Рене Декартом. Это эмпирический факт, проверка опытом, экспериментом, научный факт. Эмпирический означает наблюдаемый человека, желаемый им факт. Мир природы принимается таким, каким человек его видит. В мозгу головы человека сразу создается готовый, чувственно-наглядный образ. Такое мышление от общего готового к частному называется дедуктивным. Созданный в голове образ проверяется экспериментом, опытом. Что такое эксперимент? Это попытка воспроизвести явление на основе его предварительного истолкования. Никаких доказательств по признакам не требуется. Подберем такие условия, чтобы эксперимент подтвердился. В результате получим научный факт. Дальнейшие научные исследования подключаются в иллюстрации, в подборе иллюстраций научного факта. При этом проверка на учет признаков объектов в соблюдении известных законов не производится. Например, горы сложены более древними породами, чем равнины. Разрушенные землетрясения города находятся на равнинах, которые стали быть подвижными. Расположение равнин ниже гор свидетельствует об опускании равнин. По закону всемирного тяготения, все тела на поверхности литосферы обязаны погружаться к центру земного шара, а не подниматься. Твердые тела можно поднять механической энергией, которая из них не поступает. Для подъема нужны рычаг и точка опоры. Дедуктивное мышление с успехов использовалось и сейчас. Применяется при создании техники, в строительстве, когда сразу известен готовый, конечный результат, какую машину построить, какой дом создать. Успехи человечества здесь грандиозные. Создалось впечатление о всемогуществе дедуктивного мышления. Даже в литературе стал востребован детектив. С позиции дедуктивного мышления стали объяснять природные объекты и явления. Но мир природы, в отличие от меры техники, не создан человеком. И какой он, неизвестно. Готового ответа нет. Нужно сначала найти признаки предметов. По ним сформулировать понятия, сравнение которых позволит создать законы строения и функционирования. Вывести модель изучаемого. Требуется применение индуктивного мышления. От частного к общему и системного. Методология индуктивного мышления при объяснении мира природы получила название наотики. От нос разум. Научка. Последовательность индуктивного доказательства. Следующие. Признаки, понятия, законы, модель. Последовательность логического мышления. По, если, то. Например. По признакам структуры горной породы различаются. Если состоят из облоков, облокочные породы. Если из кристаллов, то кристаллические породы. Гранит, гнезд, известняк, каменная соль и другие. Базальт, аморфное вещество, расположено на поверхности. А с глубиной перекристаллизовывается. И на глубине лежит гранит. Выведен закон. По мере погружения недоэтосферы, структура горных пород изменяется от аморфной до кристаллической. Происходит перекристаллизация вещества. Увеличение размера кристаллов. Аморфные вещества более энергонасыщенные, чем кристаллические. Стало быть. По мере погружения и перекристаллизации, энергонасыщенность, количество потенциальной энергии в горных породах уменьшается. Вследствие, ниже гранита крупнопристаллического не может находиться магма и образоваться. Энергия для геологических процессов находится там, где энергонасыщенные вещества. Это аморфные, на поверхности. Общепринятая методология, эмпирический факт, проверка его опыта, научный факт, как основана на принятии мира таким, каким его видит человек, или чувственном восприятии, может быть названа эстосферой. Эстетикой. От эстесис чувства. Эстетическое мышление создает в мозгу головы человека чувство наглядный образ, отсутствующий в реальности, или вымысел, симулятор, копию, не имеющую оригинал, состоящий из вымыслов мир природы, назван эстосферой. Человек, индуктивно познающий мир природы, путем создания вымыслов, симуляторов, эстет, поклонник, искусство. Копия, отражающая реальный природный объект или явление. При наотическом, индуктивном и системном мышлении, ноотик. Человек, выполняющий такие действия, ноот. Наотики создают в мозгу головы человека новую сферу, то есть картину реального мира природы. Нужно не только получать знания, но и добывать. В этом случае будет прогресс. Знание по Сократу. Такое объяснение чего-либо, которое доказано. Все остальное, сказанное и недоказанное, является вымыслом, идеей, взглядом, представлением. Одним словом, то, чего на самом деле нет, а существует только в мозгу головы человека. Или симулятор. Копия, не имеющая оригинала. Почему возникла потребность в наотическом мышлении? Ранее можно было говорить, или разделять, так сказать, горные породы на три группы. Магматические, осадочные, метаматические. Признаки, на основании которых предлагалось деление на магматические, осадочные метаматические, не указывалось. Почему? Да потому что их нет. Без признаков структуры нельзя составить алгоритм. Без алгоритма нельзя составить программу для компьютера. Вот пример наотического мышления. То есть по структуре, по структуре, горные породы разделяются. Если состоят из кристаллов, то кристаллические. То кристаллические. Вот это признаки, которые позволяют составить алгоритм. Если состоят из обломков, обломочные и так далее. При объяснении природных объектов и явлений, пора переходить с дедуктивного и фрагментарного мышления на индуктивное и системное магическое. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok